Да, я пофигист. Это произошло. Когда и какой момент настал? Когда МОЗДО строили. Когда МОЗДО строили, подписали акт, и ты такой, я пофигист. Как сработало это? Скажите, пожалуйста, вы очень много работаете, да, я так понимаю? Живу. На работе. Как вот ваша будущая девушка, жена, супруга, как она будет относиться к работе? Есть варианты? Давайте у девочек спросим. Как бы ты это сделаешь на работе, если мужчина, 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 просто пропадает, живет, ты его не видишь. Ты как бы знаешь, что есть он, да, но он зарабатывает деньги, он зарабатывает большие деньги, 15,5 тысяч рублей. Ты понимаешь, что это очень большие, как ты относишься к такому? Ну, за 15,5 можно еще поработать. Молодец. Хорошо, подожди, встречный вопрос, сколько мужчина будет зарабатывать на вашу мнение, чтобы обеспечить себя, ну, и вот вторую половину? Ну, 15 достаточно. Идеально. Наша с тобой пара совпала, пойдем отсюда. Нет? Нет, хорошо. 14,5 нас заходили, да? 14,5? Да. Продано, да? Мы будем отвечать? Нет? Есть вопросы? Ольга, у вас есть какой-то вопрос к парням, да? Из тех, что вот мы задавали? Ну, могу задать банальный вопрос. Давайте банальный. Ну, очень светлый, очень нужный. Мужчинам? Мужчинам. Да, давайте мужчинам, конечно. Давайте. Вы думаете, что такое любовь? Давайте вот Михаилу ответить, как ты говорил. Что такое любовь? Любовь? Это такое чувство, можно так сказать, привязанности к вашей голове, я понимаю, про что вы так дальше. Привязанности, ну и соответственно, когда есть любовь, например, бабушке и внука, мамы и сына, например, есть такая любовь. Есть разная любовь. Держи. Класс. Класс, ааа. Давайте поддержим, бейка, бейка. А что вы, Павел, улыбаетесь? Деваш, что такое любовь? Вот для меня любовь – это боль, серьезно. У меня была первая девушка, которая меня бросила, я прям вну убивался, я приходил к ней домой, там, из камешек делал, прости меня, пожалуйста, плакал. У меня вот такая любовь, это боль. Что для вас? Кинула тебя, да? Нет, я ее кинул, а потом пришел к ней, проси меня. Да, кинула она меня. Павел, Павел, кинула меня. Что для вас любовь? Ну, это, наверное, кайф какой-то. Кайф какой-то? Кайф? Да, да, да. Сумасшедший кайф. Ну, я про бесплатную любовь, вы помните, как бы, ну, не то, что… Бесплатная любовь. Конечно, конечно, конечно. Сейчас тебе номер дам, конечно, я тоже покайфуюсь со мной вместе там. Это вот к нему тебе, кстати, вот эти два ребят. Да, девочки, девочки, у меня для вас будет вопрос, вот скажите мне, пожалуйста, представьте ситуацию, ну, мы все сейчас современные, да, модные, представьте, есть у вас телефон, инстаграм, есть, ну, это аккаунт, представьте, ваш мужчина, ваш мужчина, ну, вы встречаетесь с ним, вот, несколько там месяцев знакомств, опубликовал в инстаграме в аккаунте свою фотографию с девушкой, незнакомая девушка вообще, непонятно, кто это, как отреагируете вы лично? Вспылю. Вспылю? Что, ударю его с ноги, что ли, вот, вспылю? Это вспырю назвать. Ну, есть варианты, то есть мы спросим, а кто это, кто это такая вообще, что это за девушка? Или все-таки мы начнем с скандала, вот, я не поняла? Я не стал, но эффект такой будет, спылю, а потом уже спрошу, кто это? Кто это? Я эффектно, сковородка, да, что она уже, а потом уже спрошу, давайте поаплодируем, давайте поаплодируем, нормально, нормально все. А мы что сделаем? Виктор. Виктор, что мы сделаем? Прокомментирую, какая красивая пара, и буду ждать ответа. Прокомментирую, какая красивая пара. Что мы в этом случае ответим, Павел? Пойду сердечками перед порогом сделаю. Как я, как я, молодец. Молодец, молодец. Так, у нас есть еще вопросы, есть еще вопросы. Скажите, пожалуйста, девушки, надо мужчинам делать комплименты вообще? Ну, они любят комплименты? Ну, кроме Михаила, надо ли? Молодец, конечно, любят. Не, не, не мне, не мне, да, вот, честно, вот. Любят мужчинам? Какие комплименты они любят? Молодец. Молодец. О, 15,5 тысяч заработал, молодец. Нормально. Иди еще, работай, пожалуйста, да? Молодец. Ольга, есть вопрос, мужчина у нас какой-нибудь? Да, конечно, у меня есть вопрос. Давайте. Как вы считаете, а девушек нужно баловать подарками? Автомобилями, айфонами вообще? Квартирами. Квартирами, возможно. Молодец. Молодец. Обещать надо. Обещать? Да, да, да. Обещать не значит сделать. Нет, нет, нет. Какой, как, вот, похвастайтесь, был такой подарок, что, ну, вот, класс, девушку удивил там автомобиль, потом... Был. Был. Был этот подарок, что ты? Блин. Ипотеку на что брал? Телефон. Сименс, кнопочный. Какой телефон? Давай так, здесь важно какой телефон? Блин. Почти почку продал. Почти почку продал. Давайте поддержим Тимура, нашего фантазера. Фантазера, да. О, девочки, у меня вопрос, да, где я его придумал. Еще давай? Давай еще, давай еще. Давай еще. Давай попробуем. Да, по поводу. Я просто не хотел Михаилу вообще микрофон давать. Ну, придется что? А, да. Баловать, баловать девушек. Баловать обязательно надо и цветы без повода еще дарить. Вот, не на всякое там 8 марта, там 12, 14 февраля, там, вот, а именно без повода. Ты трезвый? Да. Нормально все, конечно, понимаешь, понимаешь, да? Хорошо. Когда ты посмотришь? Баловать надо, но я лично так не баловал, там, телефон такой не покупал никому. Почему? А потому что не было необходимости. Вот, телефоном. Кошки нету. Кошки нету. Чего не было необходимости? То есть, подожди, если девушка, если девушка, я вижу эту картину дома с тобой, Михаил. Дорогой, не надоел мой кнопочный черно-белый телефон. Нет, необходимо. У меня... Скоро 8 марта. Он не звонит. Связь вообще, просто ее нет. Дорогая, не надо намекать, я тебя понял. На цветы. Все. То есть, так что ли, да, получается? Или по потребности? Конечно, по необходимости. По необходимости. Остальное я радую своими усиками. Давайте поаплодируем. Нормально. Да, вопрос, вопрос. Так, девочки, представьте, вы замужем. Прошла свадьба. 50 на лену. Ваш супруг обеспеченный молодой человек, который хорошо зарабатывает. Как вы отреагируете, если он, ваш муж, новую квартиру оформит на свою маму? Молодец. Молодец. Давайте поаплодируем. Я объясню, это просто моя ситуация. Если вдруг ваш муж купил квартиру и оформил на свою маму. Прекрасно. Да, подождите, как прекрасно? Прекрасно? Налоги не надо платить. Налоги не надо платить. Да мы, по-моему, вообще не платим налоги. А вы точно инженер. Да, точно инженер. Налоги не надо платить. Не, ну, серьезно, как это реагируешь? Прекрасно. Ну, зачем? На родителей оформил, ты ничего не платишь. А вы что там употребляете? У вас там все законно, я вообще не могу понять. Сколосовасики. Все хорошо? Гречески. Да. Виктория, что ты скажешь? Машину оформил на мою маму. Следующую. Квартиру оформил на свою маму. А машину мы оформим на мою маму. Да не будет машины, денег нет. Говоришь, муж обеспечен. И что ж машины нет? Заработал на квартиру только все. Ну, а потом заработать на машину. То есть, ты реально так отреагируешь? Ну, или скажешь, ну, а почему? Я что, хуже мамы, что ли? А не ясно почему, чтобы не делиться. Чтобы не делиться. То есть, это нормально? Нет. Нет. Так вот и говори, это ненормально. Мне такое не нравится. Муж должен оформить на нашу фамилию. Ага, и дальше что? И все нормально. Так мама по той же фамилии. На нашу фамилию. У мамы другая фамилия. Ты не знал? Что и у сына. Что и у сына. Ну, на нашу фамилию. И у меня такая же, как у мужа. Так он должен оформить на себя. Мы решили здесь строить отношения, разборки. Нам нужно к юристу. Да, давайте поаплодируем. Что вы скажете? Ну, вот реально. Я поддерживаю. Кого поддерживаете? Кого поддерживаете? Маму, маму. Мужа? Маму. И маму, да. Вот, да. Да, поддерживаю. Ну, его решение. С коваромкой. Все, я понял. И разведусь завтра. И разведусь. Так, давайте для мужчин вопрос какой-нибудь. Что есть, Ольга, у нас еще? Интересного так. Ага. Так, вот, интересный вопрос. Представьте ситуацию. Ну, наверное, для девушек. Давайте лучше для девушек. Давайте для девушек еще, да. Потому что мужчины сегодня... Итак, девочки, представьте ситуацию. Значит. Вкус жизни. Вечер. Всем слышно, да? Вкус жизни. Вечер. Вы со своим молодым человеком отдыхаете, пробуете лучше блюда. Отдых удался. Пришло время закрыть счет. Как вы себя поведете? Предложите ли свою помощь мужчине? Либо пусть он разбирается самостоятельно с этим счетом. Он все-таки мужик. Я с умным видом достану карту. Так. Предложу оплатить пополам. Буду ждать, пока мне скажут, что нет, не надо. Дойте, поаплодирую. Хороший ответ. Так. По-честному. Ну, по-честному. Ну, вот, что мы сделаем? Молодец. У тебя карты нет. Молодец. Кто молодец? Кто платит. Кто пригласил, тот и платит обычно. Правильно? Молодец. Нет, у меня мужчина фига платит. Мужчины обязаны платить? Я считаю, что да. То есть, если заказал здесь раков, там, устрец, там, устрец, устрец, вино, умар, 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 и все это, то мужчина обязан платить, да? Конечно. Без разницы. Если он попросит, то, конечно, я помогу. Долго. Давайте спросим, мужчины, когда они попросятся в этой ситуации? Нет. Кроме Михаила, кто-нибудь попросит в этой ситуации? Позвоним другу, позвоним другу. Нет, серьезно. Звону другу. Звону другу. Ну, давайте, Павел, что? Мы должны платить. Мы должны платить. Омары, устрицы, вот это все. Он сам в шоке, что это такое. А что ты хочешь? А я хочу сливаться, поскорее. Ух ты, посидан. Давайте поддержим. Павел молодец. Он хороший. Участники. Наши хорошие. Может быть, у вас есть вопрос? Михаил, есть вопрос девушкам? Мы с новостью будем слушать. Если у вас есть какой-то вопрос к девушкам. Ну, пока нет вопросов. Ну, вот на сию минуту пока нет. Потом будут еще вопросы. Потом будут. Ночью. Потом будет ночью вопрос. Тимур, может быть, у вас есть вопрос девушке? Конечно, почему бы и нет? Давайте. Надо подумать. Тимур, вы смотрите на Ольгу ведущую, она не участвует. Ольга со мной. Не надо на Ольгу смотреть. Ольга, Павелся ведущая. Павел, Павел, что? Павел, мне кажется, спит с открытыми глазами. Где я нахожусь? Что вообще происходит? Павел, есть вопрос девушкам? Вот посмотрите. Виктория. Что? Забудите вопрос любой. Да, давайте. У меня есть вопрос. А, вот, какой я просто. Прошу. Какое свадебное путешествие вы предпочитаете и выберете? Какое бы вы хотели именно свадьбу и свадебное путешествие видеть? Виктория, прошу вас. Вдвоем куда-нибудь на острова. На острова. Даже с Михаилом? На острова. Ничего себе. Так, прошу, на острова. Не, даже с Михаилом. Ты что, громче аплодируй, давай, молодец. На острова, либо куда-нибудь экскурсионное, в романтическое путешествие, свадебное. Но без бабушки. Но без бабушки. Бабушки, хорошо. Ну, примерно, за границу или все-таки Крым, Россия, что нас интересует? Из курочки, без геленджика. Без курочки, это что? В поезде едят. Замечательный мужик. Меня вынесет. Меня вынесет, Кенеджик. Ты сейчас думаешь, что ты в геленджике, что ли? Ну, понятно. Да, можно, пожалуйста. Куда? Наверное, вы, девочки, в этом похожи, но я тоже выкушу. Замечательный мужик. Острова. Острова. У вас есть загранпаспорт? Загранпаспорт есть? Есть. Виктория, есть, да? Взурмально приготовились. Молодцы. Молодцы. Так, так, вопрос. Давайте вот все-таки встречный вопрос. Мужчинам этих, да? Этим красавцам. Бог ты мой. Какие они молодцы. Виктория, есть вопрос к этим мужчинам? Давайте послушаем. Давайте. Итак, внимание, вкус жизни. Сейчас слушаем. В какой стране или в каком уголке мира вы бы хотели побывать? И почему? Так, похожий вопрос. На моей даче будем помогать. Павел, ты нас слушаешь вообще? Павел? Павел? Молодец. На Байкале. На Байкале? Почему на Байкале? Очень красивые места там. И побывать в таких местах должен. Я согласен. Уже с ним уезжаем, что ли? Здесь у нас как бы официальная часть, выбор, в общем. И все. На Байкал, хорошо. Очень красиво. Вы там были, я так понимаю, да? Я хочу. Вот, да. Михаил, внимание. Вот интересно чисто на Кипре побывать. Вот, там такое, как бы, мне по картинкам очень нравится. Может быть, в Таиланде? Я там не был. Нет, вот именно Кипр. Вот, именно Кипр. Да, именно Кипр. Да. А мы все поддерживаем. Никто не спеет. Тимур. Я по чуть-чуть, но остановиться по Европе. По Европе. С какого города? Турне. Да. Турне. С Италии. Италия? Да. И вверх. И вверх. И вверх. Давайте поддержим. Молодцы, молодцы, молодцы. Так, так, так. Еще, еще. Вопросы у нас есть сегодня? Да, есть, наверное, вопросики, да? Спасибо. Еще будет. Парни. Парни. Тимур, давай еще несколько вопросов. Это все нужно для того, чтобы узнали девушку поближе. Вы понимаете? Вы понимаете, смысл всего происходящего, да? Да. То есть мы узнаем девушку поближе, к чему же делаем выбор, к чему же делаем выбор, да? У вас есть вопросы, я прямо чувствую, к этим мужчинам. К Михаилу есть вопросы какие-нибудь? Михаил, а по-вашему, сколько должно быть для счастья детей в семье? Вот сколько бы вы хотели детей в своей семье? Так, Михаил, пожалуйста, сколько бы вы хотели бы детей в своей семье? Двух и близнецов девочек. Девочек-близнецов? Да, он молодеет. Почему? А мальчики что? Мальчики что? Ну, вот мне девочки больше нравятся. Давай поддержим Михаила, ну прямо. Тимур, Тимур, а вы что скажете вообще? Тимур, вы что скажете? Это что, детей? Да, сколько вообще детей, да, что там с ними? Сколько получается, сколько это должно быть? Сколько получается, да, сколько это должно быть? Ну, можно каждый день прям. Главное работать над этим. Главное работать над этим, хорошо. Да, поддержим мужчину, поддержим. Значит так, девочки, представьте ситуацию. Ваш мужчина должен приехать к вам на свидание. На автомобиле? Возможен вариант. Либо на маршрутке. Вы видите, что он идет. Либо он вообще пешком идет. Да? Как бы вы хотели встретить своего мужчину? На каком транспорте он должен добраться до вас? Не-не-не, ничего себе. Вот это я придумал. День из успеха. Давайте, давайте. Попробуем послужить. Виктория, а что скажете? На воздушном шаре. На воздушном. Либо можно, мне не важно, значит, на каком транспорте. А мы на велосипеде. Главное, как я поеду потом. Поддержите, пожалуйста, Викторию. Так. Что у нас? Я люблю море. Наверное, на яхте будут. На яхте. Неоргинарно. Виктор, стоишь купли в месяц, зарплата у меня. Что я вам скажу? Для начала я бы хотела просто встретить своего мужчину. Ой, молодец. Молодец. Да, мужчины, для вас вопрос, да? Да, вопрос. Для вас вопрос. Ольга, что у нас есть еще? Давайте придумаем еще ситуацию. Девочки, помогайте, помогайте. Ситуация, которая должна быть, мы проверим мужчин, как они себя поведут. Представьте, представьте. Так, представьте, мужчины. Представляем. Да? Девушка, девушка, ваша любимая, утром приготовила вкусный завтрак. И что это будет? И что это будет, да? Что для вас вкусный завтрак? Какое он должно быть? Конечно. Что завтрак? Что нас порадует? Я не завтракаю. Ты не завтракаешь? Идеальный. Почему? Кофе. Кофе? Она должна быть вставать и кофе тебе делать утром? Пускай я. Пускай отдыхает. Давайте подержим. Пускай отдыхает. Дыгай, а что ты скажешь? Что, по поводу чего? Завтрак, Дыгай. Завтрак. Ну, завтрак, в принципе, на завтрак можно обсянки с домашним молочком. И завтрак. Да. Вот. Корову заведем. Корову заведем, говорят здесь. Корову заведем. Так, Тимур. Когда голая паква переходит. Когда голая паква переходит.